Группа ЛИЦ в возрасте от 20 до 30 лет по предварительному сговору организовала музыкальную команду. Группа ЛИЦ – это молодой курский бэнд. С 2012 года он был известен как Мэдис. Это аббревиатура. Название было выбрано согласно первым буквам имен участников коллектива, но со временем оно перестало быть актуальным. Просто Мэдис была весьма сильно привязана непосредственно к составу группы, к составу того времени. А вот сейчас состоявшийся, скажем так, состав нынешний мы решили переименовать в группу ЛИЦ. И вот сейчас записываем новый альбом уже под этим именем. Тексты их песен могут шокировать неподготовленного слушателя, а Цинника заставят улыбнуться. За содержательную часть творчества в группе отвечает вокалист Михаил Сазонов. В каждой композиции своя смысловая нагрузка. Музыканты поднимают извечную тему измены, остро реагируют на результаты Евровидения и пишут письмо Деду Морозу. В текстах не боятся употреблять хлесткие и порой жесткие слова, называя вещи своими именами. К своим песням музыканты сами пишут аранжировки, стремясь по звучанию приблизиться к стилю брит-поп. В арсенале барабаны, бас, электро и акустическая гитара. А в новом альбоме обещают добавить клавиши и электронные звуки. Мы все слушаем такие группы, как Оазис, Франц Фердинанд, For the People. Очень хотелось записать нечто подобное. А сейчас вот уже новый проект очень серьезно изменился в звучании, очень серьезно поменял непосредственно какую-то основную мысль или идею. Ну, также остались веселые, добрые песни, как-то с хорошим настроением. Широкой общественности группа стала известна благодаря красочным профессиональным клипам с импульсивными сюжетами. В интернете они собрали уже более 5000 просмотров и сотни лайков. Сюжеты придумываются на этом диване. Мы здесь собираемся, обсуждаем, что-то разматываем, какие-то темы. И в итоге рождается общими усилиями какая-то тема, которую мы потом делаем. Раскадровку, все своими силами. Ресурсов на создание видео музыканты не жалеют. Ни человеческих, ни материальных. Для съемки очередного видео пригласили актера драматического театра. Александр Сидоров нам помог в создании нового клипа на песню «Марш». Играл он там роль бомжа, нашедшего миллион денег в большом чемодане. И как бы наш... как он их потратил. Как человек с таким статусом мог потратить миллион. Вот, конечно, он сыграл свою роль на отлично. Свой третий клип музыканты планируют снимать в Таиланде. Сценарий держится в тайне. Ребята обещают, будет круто. А к концу года у группы лиц будет готов второй альбом. Пока поклонники в ожидании пластинки, некоторые новые композиции можно уже сейчас услышать на концертных выступлениях. У нас было два больших концерта. Очень супер все. Ну, как бы, естественно, сначала мы боялись, как бы, как публика отреагирует на нашу музыку. Но получилось достаточно, мы довольны результатом. Вообще супер оторвались, как бы, народ поддержал нас. Несмотря на запреты, музыканты не боятся в своих песнях крепкого словца. За два года существования группа заслужила статус одной из самых экспрессивных команд Курска. А планку надо держать. Субтитры создавал DimaTorzok